ноу-хау чудо техники давайте помоем асфальт гэфаем кучу бабок а там как раз заходят гроза но гроза не справятся с этим торты какие-то мусор прикольно я думаю что сейчас покатается и тысяч пять-десять будет списана на мойку асфальт уборку улицы так и живем а может они что-то знают что все-таки дождя и грозы не будет и обязательно нужно на трактор c помыть асфальт такие дела всем привет днепр 2 июля 1620 уличная торговля даже ближе к вечеру что такое время никого уже нет единицы какие-то остаются а так все же по домам и нет что-то строить пойдем через рынок сейчас друзья нужно в центр смотаться поделом если все будет по плану покажу вам еще островскую площадь часто просят в комментариях мое отношение к ней достаточно негативное особо там ничего не меняется с годами расспросят люди покажем это наш местный рынок много одежды немного еды у меня какие-то магазинчики такие что-то осталось а Цены особо не меняются, все на месте держится, особо фокусировать на внимания, на этом смысла нет. Мальчик кричит, кричит мальчик. Вернем прохладно, на улице жара, у нас духота, вот лежа, лежа тоже жарко. Опоздавший, опоздавший. Сейчас успеем на этот электровоз, у нас есть заготовленная монетка, она уже жетон пластиковый, вот такой вот. Сейчас приедем 12 минут и мы в центре, быстро и скоро. Здесь ничего интересного, включимся уже с Островского. Ну вот, друзья, как и обещал, мы приближаемся к святые, святых всех бичей и бомжей. Какая-то торговля всегда идет. Место, которое, по-моему, не менялось на протяжении многих лет. Десятков этих самых лет. Что из хорошего? Из более-менее хорошего здесь это Макдональдс. А где, если сильно захочется, можно сходить бесплатно в туалет. В принципе, такой рай для бичей различных. Рядом игровые автоматы, рядом ломбарды. Ну и большой поток людей. Здесь всегда нужно быть внимательнее, сейчас пик. Работают по карманам. Викнос сыганский тоже никто не отменял. Я думаю, даже те, кто выехал 30 лет назад, 40. Видите, то есть у меня ломбард. Там дальше еще один ломбард. Туда завернуть еще один ломбард. Здесь рассчитано на то, что сопрут где-то здесь, на вокзале. На Островского сразу понесут сдавать. Макдональдс обновлены, кстати. Вот яркие представители Островского. И, конечно, транспортная артерия, маршрутки, трамваи практически в любую точку города. Видите, вот ломбард. Все реально держится здесь, на ломбардах. Видите, отрывайщики. Здесь, видите, особо и показывать нечего. Вот такой полукруг, развязка. И все. Просто выходной день людей мало. А так тут обычно толкучка. Толкучка. Сумасшедшее. Видите. Все. Вот вам и все Островского. Не дать не взять. Ветрюганище опять. Гроза такая заходила с молнией. Очень сильной. Ну, пронесло, куда-то унесло. Я так понимаю, туда, в сторону левого берега. Возможно, там что-то прошло, что-то было. Видите, то же самое здесь. Купивля. Ломбарды, ломбарды, ломбарды. Здесь даже плиточку нарезы отреставрировали. Вот это молодцы. Здесь вообще трамваи сходили очень часто с рельс. Но отреставрировали. Здесь какая-то стройка будет. Вот так это все здесь выглядит. Вот это респект. Реально молодцы. Я даже не знал, что здесь уже забабахали. Возможно, этот ремонт рельс связан с тем, что здесь будет что-то. Не знаю, жилой, нежилой дом. Возможно, какой-то бизнес-центр. И уже к нему подротавливают подъезды. Различные проезды. Это всегда плюс, если какое-то такое строительство именно объектов, в чем заинтересованное, в чем бизнес заинтересован. Рядом. Инфраструктура обязательно тоже будет облагорожена. Останавливают подъезды. Останавливают подъезды. Ну опять, ветрюганы. Даже не знаю, будет меня вам слышно. Здесь убежище. Одно из 65, по-моему, которые есть в городе. Туалет забыли. Туалет забыли поставить. Туалет на месте. Все нормально. Запашок, правда, такой, что, мама, не горюй. В общем, примерно вот так выглядит. Центральный проспект в районе Озерки. Не знаю, авою или нет. День у нас, друзья, спокойный. Одна тревога была днем. Тихо, тихо, тихо. Дай бог так и будет. У нас жара. Денек очень неплохой и приятный. Видел там видео, скидывали. Пляжи переполнены, несмотря на запрет. Кстати, по поводу пляжей запрет. Ждем пока разрешат рыбалку. Брали замеры воды. Пробу. Ученые, кто там, биологи, аквологи. В районе набережной. Там, где, по сути, самая загрязненная точка должна быть. Сказали, все нормально по всем показателям. Соответствует нормам использования в бытовом и техническом полюсе работы. Так что все-все ждем, когда официально разрешат ловить рыбку. Сейчас люди ловят, но нарушая закон. Историческое здание какое-то. Наверху видно, ой, звезда. Чуть не впал. Видите как? 1950. Дом 1950 года. Табличку забыли декоммунизировать. Деревья посрубали. Какие-то оставили такие огрызки. Уже были полностью срезали, что-то новое посадили. А так что-то такое. В общем, такие дела. Сейчас мы, если бы пошли дальше туда, вышли к озерке. Это у нас бывшая улица Шмидта. А нынче улица имени Степана Бандеры. Вот такие дела. Небольшая для вас, друзья, экскурсия. В общем, у нас порядок. Надеюсь, у вас тоже тихо, все хорошо, мирно, стабильно. Спасибо всем за поддержку. Берегите себя. И до нового выхода на связь. Если что-то интересное будет, вечерком вам еще видосик какой-нибудь сниму, что-нибудь обсудим, что-нибудь посмотрим. На данный момент у нас будет порядок. Людей очень мало. Только дает о себе знать. Всегда где-то ляжу на пляжу. Кто тут особо не тыняется. В общем, всем добра. Спасибо за внимание и просмотр. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Продолжение следует...